Привет, друзья! Сегодня пеку булочки. Булочки с творогом и вишней. Тесто просто шикарное. Булочки получаются мягкие, воздушные, как пух. Естественно, начинка подойдет абсолютно любая. И можно их выпекать просто без начинки. Точное количество ингредиентов, как всегда, в описании под видео. Первым делом приготовлю тесто. И для начала поставлю опару. Кефир у меня уже смешан с молоком, поэтому я отливаю от общего объема 100 миллилитров и добавляю столовую ложку сахара. Сюда же добавляю дрожжи. Все хорошо перемешиваю. Накрываю пленкой и убираю в теплое место минут на 10-15. Если дрожжи свежие, они сработают и поднимется воздушная пористая шапочка. Итак, дрожжи рабочие. Продолжаю приготовление теста. В чаше миксера смешиваю сахар, яйцо. Хорошо перемешиваю. Добавляю кефир, соль, опару, растительное масло. И постепенно просеиваю муку. И замешиваю тесто. Можно замесить руками. Я сегодня буду вымешивать с помощью планетарного миксера. Обычно вымешиваю в течение 10 минут. Кстати, руками вымешиваю также 10 минут. При необходимости можно подсыпать еще муки. Главное, тесто не забивать мукой. Пусть оно будет немного липким. Чуть-чуть еще подмешала муки. И убираю в ту же чашу, накрываю пленкой. Ставлю в теплое место. Это у меня духовка. Тесто будет подходить где-то в течение часа. А в это время подготовлю начинку. Вишня у меня замороженная. Пока я готовила тесто, она оттаяла. Отправляю ее в сотейник. Добавляю сахар по вкусу. Где-то 4 ложки столовые. В процессе можно попробовать еще добавить. И добавляю крахмал. Все перемешиваю. Ставлю на плиту. И при регулярном помешивании довожу до кипения. Кипячу где-то около минуты. И убираю. Получившийся конфитюр перекладываю. Накрываю пленкой в контакт. И оставляю остывать. И займусь творожной начинкой. Здесь все очень просто. Смешиваю яйцо, сахар, сметану и творог. Пробиваю все блендером до однородной массы. Творожную начинку можно сделать и более густую. Это все по желанию. И если творог очень влажный и мягкий, то сметану можно вообще не добавлять. Через час тесто хорошо подошло. Я его обминаю. И ставлю еще на полчаса подойти. Прошло еще полчаса. Тесто снова хорошо подошло. Я делю его на 16 частей. Подкатываю шарики. Накрываю их пленкой. Оставляю минут на 5. И затем формую булочки. Булочки сформовать можно, как вам больше нравится. Я сегодня буду скатывать в рулетики и заворачивать в улитку. Заготовку смазываю творожной массой и с одного края выкладываю в вишню. Сворачиваю очень аккуратно, так как тесто тонко раскатано. В некоторых местах в итоге тесто немного порвалось и видно было начинку. Но в этом ничего страшного нет. Сворачиваю вот такую улитку. Заготовки выкладываю на противень, заселенный пергаментом. Накрываю пленкой, теплым полотенцем и ставлю в теплое место минут на 30. Через 30 минут заготовки хорошо подошли. Ставлю их в духовку в разогретую до 180 градусов и выпекаю минут 25-30. Смотрите по своей духовке. Булочки у меня выпекались 30 минут. Аромат невероятный. Даю им на противне постоять минут 5 и затем убираю на решетку до полного остывания. Посмотрите, какие они мягкие. На булочках немного подпекся творог, но от этого они не стали менее вкусными. Булочки еще теплые, мне уже не терпится попробовать. Вот правда, как говорят, булочки пуховые. Это однозначно так. Сладкая творожная начинка и легкая кислинка вишни вкуснейшее сочетание. Ну и как я уже говорила, начинку можно придумать абсолютно любую. Да и без начинки эти булочки великолепные. А на этом у меня все. Я вам как всегда желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!